МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На севере Сахары впервые за много лет выпал снег. Да, там он тоже бывает. Правда, растаяло все в течение суток. Последний раз необычное природное явление наблюдали аж 18 февраля 1979 года. У нас тоже природа преподносит сюрпризы почаще, чем в Сахаре. Вы явно понимаете, что я имею в виду. Больше подробностей в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Это ТСН Итоги. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Холод не тетка. Машины выходят из строя. Междугородние перевозки отменяют. Но народ не унывает. Вот самый морозный день 2016-го. Вызов времени. Что случилось? Сознание такое? Сознание. Тюменской скорой помощи самой оказалась нужна помощь из-за большого количества обращений. Что наша жизнь? Вода. Три порыва на одной трубе за месяц. Где коммунальные аварии стали повседневной реальностью? Я уеду жить в отпуск. Медицинский туризм Тюменской области в лидерах по стране. Мы на такое даже не надеялись. Ехали мы с одной целью, чтобы хотя бы немножко облегчить состояние ребенка. А сейчас нам дали вторую жизнь. Откуда и как к нам едут лечиться? Всех сюменских школьников сегодня перевели на дистанционное обучение. Мороза оставили дома учеников с 1 по 11 классы в обе смены. Взрослых другие проблемы. И связаны они у многих, конечно, с тем, что утром не завелись машины. Зато, заметьте, на дорогах города стало свободнее. Даже в часы пик пробки в Тюмени не выше 5 баллов. А вот на аварийности холода никак не сказались. Только за прошедшие сутки в дорожных происшествиях пострадали 10 человек. Но аварии не единственная забота ГИБДД сейчас. С начала морозной погоды сотрудники госавтоинспекции 19 раз оказывали помощь участникам дорожного движения при низких температурах в связи с поломками транспорта, плохим самочувствием и подобными случаями. ГИБДД призывает водителей отказаться от поездок, особенно за город. Вот без особой необходимости. От междугородних поездок отказываются и на Тюменском автовокзале. Сегодня отменили уже порядка 40 рейсов. Временно прекращено автобусное сообщение между областным центром и Тобольском, и Шимом, Уватом, Республикой Казахстан. Но до Илутровска и Заводоковска транспорт ходят. Пригородные маршруты тоже все действуют. Для них ограничения минус 40 градусов до этого у нас еще не дошло. А вот с межгородом сложнее. При таких температурах ехать или нет решает само автопредприятие. Рисковать, понятно, никто не хочет. Пассажиры к происходящему относятся с пониманием. Деньги всем возвращают в полном объеме. По Тюменской области ряд вокзалов осуществляют работу, скажем так, в неполном объеме. Опять же, по тем же причинам, где-то еще холоднее, чем в Тюмени. Скажем, по Увату, по Вагаю с утра было полностью закрыто движение. По требованию Минтранса отменили рейсы из Викулова МЧС. 21 по 23 декабря прогнозируют в северных и восточных районах Тюменской области морозы до минус 45 градусов. Ну, в общем-то, знаете, народ не унывает. Вон на Ямале МЧС пошло куда дальше. И, ну, давайте вместе сейчас посмотрим. Жителям округа пришло вот такое СМС, видимо, с пожеланием готовиться к концу света. Минус 500 градусов. Ну, безусловно, это просто опечатка. Техника случайно преобразовала символ градус в дополнительный ноль. Хотя и с минус 50 не все оборудование может справиться. Приглядитесь, термометр из Ноябрьска ниже просто некуда. Реально, температуру, видимо, нужно теперь определять только на глаз. Ну, и безусловным хитом в социальных сетях сегодня стали вот такие сравнения. Северный полюс минус 9, Южный полюс минус 25, Нижний Вартовск минус 48. Хотя даже такой мороз не дал повода, кажется, для уныния. Сургут. Пока у одних сибиряков не заводятся машины, другие решают проблему передвижения по городу своим способом. И зима ни почем. А для кого-то она стала поводом вспомнить школьную программу по физике. Берете кипяток в стакане, идете на улицу. Ну, и вот вам готовый эксперимент. Сейчас увидим. Кстати, не успевайте, пока сильно не потеплело. Ну, вот, кажется, совсем не до смеха. Сейчас врачам скорой помощи Тюмени количество поступающих обращений бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. А ведь причина проста. Большинство из нас по привычке или по незнанию, заболев ОРВИ, начинает звонить по номер 03 и непременно требовать, чтобы к ним приехали в первую очередь. Но сколько раз мы твердили миру и сколько раз еще придется напомнить. Для пациентов с температурой, насморком и кашлем есть неотложка. О том, каким последствиям привела вирусная эпидемия, расскажет Анастасия Нахрачева. Что случилось? Сознание? Температура? Только за последние сутки в диспетчерскую поступило более полутора тысяч звонков. И немалая часть из них повторны с вопросом, когда прибудет бригада скорой помощи. Что препятствует работе диспетчеров 03? То есть, грубо говоря, забивает линию и делает невозможным принять более срочные вызовы. Из-за всплеска ОРВИ нагрузка на скорую увеличилась на 25%. В связи с чрезвычайной ситуацией ряды фельдшеров пополнили шестикурсники медуниверситета. Ежедневно в город выезжают до 48 бригад. Мы не теряем вызовы. Вот, каждый находится под контролем. То есть, в конечном итоге получится, что на пиковое время мы будем наращивать количество бригад до 55, возможно, до 60. Только за последние сутки бригады приняли 853 вызова. Помимо этого, более 480 передали в неотложку. Это врачи, выезжающие на дом от поликлиник. Как показывает практика, чаще всего тюменцы ждут скорую, чтобы те поставили укол жаропонижающего. Сбивать температуру 38,5 и выше лучше всего парацетамолом, потому что у препарата такого, как анальгин, есть намного больше побочных эффектов, чем у парацетамола. В 17-й поликлинике у неотложки количество вызовов на дом выросло до 350 в день. Объехать всех физически невозможно. Поэтому в связи с карантином сделали отдельные кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. Куда могут обратиться пациенты без предварительной записи, без амбулаторных карт, где они будут осмотрены, им назначено лечение, оказана квалифицированная помощь. Пропускная способность очень большая. Доктора работают без перерывов с 8.00 до 21.00. Фильтр-боксы есть во всех поликлиниках города, поэтому быстрее и проще с температурой и другими признаками ОРВИ обратиться туда, нежели ждать приезда скорой помощи. Анастасия Нахрачева, Андрей Захаров, Тюменское время. Тюменские медики сегодня подтвердили волна отравления спиртосодержащим концентратом для ванн. Боярышник до нас не дошла. Звучит страшно, не правда ли? Но слава богу, все обошлось. В областном наркодиспансере таких случаев не зарегистрировано. Напомню, в Иркутске в минувшие выходные произошло массовое отравление суррогатом. Число погибших на сегодня составляет уже 62 человека. В Тюмени свои особенности. Смертельные случаи чаще связаны с употреблением технических жидкостей. Что касается отравления суррогатами алкоголь, метиловым спиртом, то небольшой, но рост есть. То есть, если в прошлом году за один из месяцев 2015 года у нас умерло 15 человек от отравления метиловым спиртом, за один из месяцев 2016 года уже умерло 18 человек. К другим темам, я бы даже сказал, бытовым темам. История одного двора. Улица Елизарова, дом номер 8. Несколько лет назад там поменяли трубопровод. Ну, казалось бы, дело хорошее, но коммунальное счастье длилось недолго. То ли качество работ вставляло желать лучшего, то ли место аномальное для коммуникации. Последний месяц стал показательным. Три порыва один за другим. В последний раз вода бежала почти сутки. А на улице сейчас мороз. Минус 30. Представили картину? Николай Смирнов поможет. Проезжали машины, тоже утонули. Но мы людям помогли. Жители дома номер 8 завидной регулярностью чувствуют себя спасателями. Трижды за последний месяц во дворе в одном и том же месте рвется труба. В последний раз потекло так, что затопило всю парковку. Самостоятельно выехать не смогли, потому что сильно забуксовали. И машина сразу не заводилась. При помощи других водителей с трудом вытащили машину. Машина воды нахлебалась, в салон вода набежала. В течение суток жильцы дома ждали аварийную бригаду, чтобы та перекрыла поток. За это время вода захватила не только двор, но и гаражный кооператив, стоящий рядом. У Алексея из гаража откачали 7 машин воды. Вода пребывала буквально на глазах, затопила все. В низких местах двора 30-40 сантиметров уровень воды достигал. Вот у нас ряд гаражей, их тут где-то 14-15 штук в ряд. Они все оказались затоплены полностью. Машины в боксах покрылись инеем. В погребах стояла вода. Все запасы жильцов оказались уничтожены. И получить за них компенсацию надежда весьма призрачная. В любом случае необходимо в досудебном порядке обратиться к представителю виновной стороны, чтобы они оценили доказательства, то есть посмотрели ущерб, какой провели свою проверку, провели проверку по факту причинения вреда и вынесли вердикт, возмещают или нет. В случае, если они отказываются возмещать, возмещение происходит в судебном порядке. В водоканале о проблемном участке знают. Все, что пока сделано, на трубу наложили заплатку, а парковку грейдером очистили от наледи. Все остальное в перспективе. В настоящий момент дефектовку провели, о том, что труба на замену в план на 2017 год поставлена. И, соответственно, здесь будут решать, либо она будет бестроншейным способом, либо каким-то другим образом. Но то, что она будет заменена в 2017 году, это точно. Потерпеть осталось каких-то полгода. Если только следующим порывом, двор вместе с гаражами не смоет совсем. Николай Смирнов, Владимир Кондратьев, Тюминское время. А вот 12-го моста строя придется долго отмывать свою репутацию. Задержка заработной платы обернулась для них уголовным делом. Компания задолжала деньги специалистам из Алтайского края, Татарстана, Башкортостана и еще восьми субъектов страны. Широкая география. Поиск пострадавших продолжается. Их уже больше 150 человек. По некоторым данным, долг за октябрь уже погашен. Остальные средства на счета сотрудников поступят в ближайшие дни. У нас эта организация работает на строительстве объекта мостразвязкой по улицам Монтажников. И на субподряде работает по строительству надземных пешеходных переходов на транспортной развязке Меликати-Федюнинского. Задолженности по выплатам за объемы работ, выполненные уже у нас перед ними нет. Ну, на этот раз компания Мастострой-12 заложала своим сотрудникам чуть больше 14 миллионов рублей. К нам присоединяется Марина Лютова. Здравствуй. Здравствуй, Дима. Это цветочки, на самом деле. Но ягодки у них были в мае. Читаю. Тогда долг был 54 миллиона рублей. Ну да, разница есть, действительно. Ты знаешь, деньги и тоже в миллионах. Сегодня у меня в обзоре СМИ присутствуют, правда, уже теряюсь, не знаю, большая сумма, маленькая. С чем сравнивать? С зарплатой сравни, и поймешь, что это большая. Дорожно-эксплуатационное управление Калининского округа Тюмени подозревают в хищении более 19 миллионов 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают на сайте прокуратуры. По версии следствия, в 2011-13 годах Део Као перечислила четырем фиктивным фирмам эту немаленькую сумму, но почти 20 миллионов, в счет оплаты работ по уборке снега. Однако по факту улица чистила само Део в ходе своей повседневной деятельности. Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица. Но для справки, виновному может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Тюмень провалила экологический рейтинг, пишет РБК. Речь идет о рейтинге экологического управления городов России за 2015 год. Его опубликовала Минприроды. В лидерах Горно-Алтайск, Москва, Вологда, а мы с Владивостоком и Салихардом вместе этот список замыкаем. Анализировались семь ключевых категорий – энергопотребление, воздушная среда, водопользование, обращение с отходами, растительный и животный мир, управление, воздействуем на окружающую среду и транспорт. И вот по последним двум разделам Тюмень в числе худших, что и повлияло на итоговый результат. Самый короткий день года мы сегодня уже пережили. Впереди самая длинная ночь. 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Следующая информация со ссылкой на РИА Новости для общего развития. Сегодня солнце поднялось на наименьшую высоту над горизонтом. Сам момент соцсостояния ежегодно сдвигается. В 2016-м он наступил в 15.45 по тюменскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса. С 21 декабря в северном полушарии началась астрономическая зима. А в Южном наступило лето. Да. И все-таки как приятно знать, что где-то лето есть. Пусть и не у нас. Ну да. Я продолжу. Спасибо тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у нас официально открыт. Общая площадь. Вот первая этапа, которая у нас планировалась как раз к сегодняшней дате и подготовить. Это порядка 65 гектар. И, естественно, первые резиденты. Это первые три резидента, которые есть в индустриальном парке. Это компания Каргил, компания Новодес и лесохимическая корпорация. Это производство бетулина уже имеют возможность на своих земельных участках начать строительство. Ну а вот когда это будет видно? Я понимаю, что в Боровском есть уже больше резидентов, чем три, которые сейчас в Багандинском. В Боровском пять резидентов. Но вот они же наверняка уже в процессе какого-то своего придумок, я не знаю, строительства. Один резидент уже строит активно. Остальные четыре резидента весной выйдут на строительные работы. Соответственно, я думаю, что летом, с лет следующего года уже несколько заводов на территории индустриального парка Боровский точно будет стоять. Пять официальных резидентов, четыре компаний в ближайшее время станут резидентами. Всего площадок подготовленных 12. То есть, соответственно, 9 из 12 у нас уже есть. Ну, три компании, думаю, там, с учетом тех переговоров, которые на сегодняшний день ведутся, ну, это вопрос уже в ближайших месяцах. Ну, а если смотреть на перспективу, в любом случае... Там, где мы будем видеть, что... Есть потребность? Есть потребность, мы будем вариант рассматривать. Но сейчас вам придется, я так понимаю, работать не только с резидентами индустриального парка, но и с резидентами технопарка. Это вот новое такое решение, вы теперь директор технопарка. Скажем так, система имущественной поддержки на сегодняшний день в Тюменской области должна быть объединена. То есть, это и бизнес-инкубаторы, где начинающие предприниматели могут по льготной аренде с предоставлением бесплатных консультационных услуг получить вот такую вот имущественную поддержку. Это и резиденты технопарка. То есть, в технопарке в нашем западно-сибирском инновационном центре есть и свой бизнес-инкубатор инновационный, где инноваторы получают поддержку как в форме льготной аренды офисов, так и в форме консультации, в форме, в хорошем смысле слова, лоббирования и продукции перед потенциальными потребителями и так далее. Если простроить эту логику, технопарк, индустриальный парк, бизнес-инкубатор, они все должны быть связаны, поэтому, собственно, один человек у руля. Одна команда, я бы так сказать. Одна команда. Ну, как это будет простраиваться со временем? Вот я такой молодой, успешный, когда-нибудь в какой-нибудь перспективе, прихожу и говорю, хочу быть в бизнес-инкубаторе. Одна из оптимальных моделей, когда резиденты бизнес-инкубаторов становятся впоследствии резидентами индустриальных парков. Те интересные технопарки, промышленные парки, которые мы смотрели, не только в Российской Федерации, там, за рубежом, да, в той же Германии, очень неплохой парк, зачастую наиболее оптимальный как раз это опыт, скажем так, такой единой структуры, которая включает в себя и бизнес-инкубаторы, и технопарки, и индустриальные парки. По-простому говоря, это, ну, инфраструктура поддержки. У нас в следующем году еще два направления, связанных с каворкингами. Каворкинг, который будет внутри технопарка, заработает уже, ну, к лету будущего года точно заработает, уже в ближайшее время, через месяц-полтора мы начнем его возведение на площадях действующего технопарка. Вот, параллельно с началом летнего сезона на площади локого технопарка у нас появится летний каворкинг. Нам остается, видимо, только дождаться, да, этого всего? Дождаться, встретиться и порадоваться, насколько, как бы, для людей сейчас будет комфортно заниматься бизнесом. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютубе и в группах «Тюменское время», в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». Впереди новости из районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. Ежегодно на очистку и вывоз снега в Тобольске выделяется чуть более 98 миллионов рублей. Этой суммы хватает при условии, что осадков выпало не более 54 сантиметров. Сейчас уже более 70. В связи с этим Тобольская администрация обратилась в область за дотацией. В Заводуковский цех по сортировке пластика, бумаги и алюминиевых банок принимают отходы как от предприятий, так и от горожан. Пластиковые канистры и ящики по 7 рублей за килограмм, бумагу по 2,5 рубля. Все пропускают через пресс и отправляют на переработку. Галышмановская семья Большаковых продолжает развивать бизнес при помощи инвестагентства области. Начинали с ресторана доставки, сейчас открыли кафе. Приняли на работу еще несколько человек, в заведении ходят и семьи с детьми. Спиртных напитков здесь нет. Принципиальный подход предпринимателя-спортсмена. В регионе работает программа международного образовательного обмена. В Ишимский филиал Тюменского госуниверситета прибыл профессор математики из Бразилии Александр Корнев. Кстати, сам он из этого города окончил Ишимский пединститут. Но преподавать в Сан-Паулу его пригласили 6 лет назад. Ну, в общем-то, Тюмень активно приглашает специалистов не только по временному обмену, но и на постоянной основе. Особенно врачей. Вот уже несколько лет федеральный нейроцентр возглавляет Альберт Суфианов, приехавший из Иркутска. В этом году Сергей Семченко из Омска перебрался к нам развивать в регионе трансплантологию. Но, может, поэтому Тюменская область вышла в российские лидеры по медицинскому туризму. Лечиться к нам приезжают теперь не только из соседних субъектов страны. Подробности у Юлии Сауляк. Олеся, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Рассказывайте, как у вас дела. Привет, Тюмень. Олеся из Красноярска. Но полгода назад именно в Тюмени решалась судьба ее семьи. На грани гибели мать привезла ребенка в федеральный центр нейрохирургии. Мальчика с эпилепсией и редким заболеванием крови никто не решался оперировать ни в стране, ни за рубежом. Тюменские врачи спасли. Мы на такое даже не надеялись. Ехали мы с одной целью, чтобы хотя бы немножко облегчить состояние ребенка. А сейчас нам дали вторую жизнь. И я каждый раз вспоминаю. И, конечно же, большую команду врачей Тюменской нейрохирургии и весь город Тюмень. Теперь жители страны узнали о тюменских больницах не только с приставкой «федеральный». Уже год наш регион продвигает проект «Станем ближе». Сразу четыре областных учреждения включились в программу медицинского туризма. Это первая областная больница, медицинский город, санаторий Сибирь и медсанчасть «Нефтяник». Только в «Нефтянике» за это время сверху МЭС пролечили почти две тысячи человек. 34% – это больные из других регионов. Такие как Пермская, Томская, Омская область, Курган, естественно, Дальний Восток. Едут к нам и из столицы. Особый спрос на онкоурологию, хирургию живота и грудной клетки, пластическую и лорхирургию. Для семьи Исаковых с Ямала Тюменская клиника стала последней в череде многочисленных больниц. Алимгаджи попал под машину. В итоге множественные переломы, кома и сложнейшая операция, которую предложили только в Тюмени. Открытая операция была и на трахеи, на воздухоносных путях. То есть необходимо было пациента одновременно и вентилировать, и оперировать. Рядом находятся легкие сердца, крупные сосуды, сонные артерии. Пока лечили Алимгаджи, жена была рядом. Дополнительный сервис и еще один бонус, который важен для пациентов. На вокзале или в аэропорту транспорт к нам в клинику, организация консультации в короткие сроки, максимум обследования также в кратчайшие сроки, ну и, конечно, комфортные условия пребывания пациента в клинике. Свои возможности наши медики уже презентовали жителям Казани, Санкт-Петербурга, Перми и намерены расширять географию. Местные пациенты от этого только выиграют. Чтобы стимулировать спрос, нашим клиникам придется держать марку. Юлия Сауляк, Александр Изосимов, Антон Пригорницкий, Тюменское время. У меня к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Уверен, что нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова